Друзья, сегодня у нас прям торжественный день, потому что героиня, которая сейчас появится в студии, ее зовут Олеся. Мы перезагружаем ее уже два года. Олесь. Здрасте. Привет. Ну как дела, как настроение? Все отлично, потихонечку все налаживается. Давай, чтобы ребята, которые с нами не были при первом знакомстве, поняли твою историю. Мы покажем небольшой фрагмент, как ты первый раз к нам пришла. Олесенька, здравствуй. У меня сразу к тебе вопрос. Я понимаю, что сейчас пандемия, тем не менее, почему ты в маске? Дело в том, что я перенесла коронавирус в марте, и я лежала в коме 7 дней, лежала на животе, и у меня пролежни на лице. Олесенька, я понимаю, что это очень сложно, но тем не менее, если ты с нами, как бы и для нас, и для... Могу снять. Конечно. Спасибо тебе большое. Вообще другой человек. Да. Скажи мне, пожалуйста, как все случилось, что было, все расскажи. Меня увезли на скорой помощи в реанимацию. Дусторонняя пневмония. Все очень тяжело. Вот. И меня ввели в искусственную кому. Ты испугалась, когда тебе сказали про искусственную кому? Я об этом не задумывалась. Мне сказали, сейчас немножечко поспишь. А я такая, думаю, отдохну заодно. Вот. Три дня я не давала признаков выздоровления. Им пришлось перевернуть меня на живот. Четыре дня я лежала на животе, ну, и из-за этого образовались пролежни. Меня разбудили, и уже я в реанимации пробыла 29 дней. И когда очнулась, я еще не открыла глаза, но я слышала, как сказал врач, у него что-то с носом. У меня не было ни телефона, ни зеркал, ничего. Я не знала, что со мной происходит. Неужели нет никакого специального приспособления? Это было начало. Начало. Не знали. Там много-много. Просто не было поток. Другой стороны, боялись, а вдруг повернут и не то зажмут. Не знали, что сделать. Я увидела, что с моим лицом. У меня были очень сильные, скажем, нижняя губа, верхняя губа, подбородок, на щеке, большие шрамы. Ну, было сложно. Сначала поплакала в зеркало, когда я себя увидела. Пришла в школу, и я учитель английского, мне дети говорят, you're so beautiful. И я такая думаю, ну, вы шутите. И заплакала. Они говорят, мы что-то не то. Я тоже. Они говорят, мы что-то не то сказали. Простите, мы вас любим. Что случилось? Когда вы любите человека, я вот люблю Олесю Юрьевну. И люблю ее не за то, как она выглядит, а просто за то, какой она человек. Олесю Юрьевну, главное, чтобы все помнили, и вы помните, что все-таки главное – это душевная красота человека. И не важно, как ты выглядишь. Именно дети написали же в перезагрузку по поводу Олеси и попросили, чтобы мы ее взяли, потому что они ее очень любят. Да, они написали в российское движение «Школьников». И ребята попросили выполнить мечту, они хотели видеть мою улыбку. Я говорю, ну, я сейчас мечтаю о пластической операции, чтобы восстановить нос, чтобы он дышал. Мы собрались по поводу помощи Олеси Юрьевне. Чтобы Олесе Юрьевне как-то помочь, чтобы она поняла, что она дорога нам, решили вот написать вместе об этой мечте Олеси Юрьевне. Для нее это было очень важно, ну, и для нас тоже. Мы начали снимать видео, сообщили об этом другим людям, чтобы была какая-то поддержка. Благодаря российскому движению «Школьников» я оказалась вот на этом шоу «Перезагрузка». Олесь, с тех пор прошло два года, у тебя было несколько операций, была реабилитация. Вот скажи, пожалуйста, об этом. Мой врач был Александр Иванович Нерабеев. К сожалению, в прошлом году умер. Это великий человек, один из самых великих врачей. Вообще, все пластические руды практически его ученики. Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Чувствую хорошо. Все в предвкушении, готова к операции. В предвкушении операции как-то? Да, скажи, ну, не знаю. Олеся поступила к нам в апреле прошлого года, в разгар этой пандемии, и наметили мы с ней операции на осень. Но ткани были очень мало жизнеспособны. Здесь вот у нас ткань очень тоненькая, вот эта кожа, и уже под ней ничего нет. Поэтому мы решили попробовать там улучшить состояние вот этих кожи методом липофилинга. Это где-то в здоровом месте у вас на теле. Забираем жира немного, и потом аккуратненько вот эти вот во все участки вводим, и улучшает состояние ткани. Я не знаю, конечный вариант. В любом случае мы, конечно, закончим, покажем, что у нас получилось. Поэтому я советую вам с оптимизмом смотреть. Спасибо огромное. Он вел меня, получается, ровно год, и потом через год, к сожалению, Александр Иванович умер, когда я пришла к нему в коридор, и таблички там уже не было, там было просто пустое место. А человек, на самом деле, вложил очень много во всемирную медицину. Но люди, его ученики, люди, которые меня лечат, помогают мне, говорят, на каждой операции нам все время кажется, что он стоит рядом. И смотрит за нами, присматривает, чтобы мы все делали правильно. Мы все делали правильно. Он начал вот эту работу, он брался за все случаи, которые даже никто не берется. Он взялся. И до сих пор вот продолжаем. Я вижу вообще успехи врачей, я в них верю. Ты сейчас лечишься у его учеников, получается? Да. Мне сделали 4 липофилинга. Насколько я понимаю, еще предстоит операция, да? Да. Сколько еще? Парочку, надеюсь, и что все будет красиво. Ты светишься, мне очень приятно. Это два разных человека, когда ты приходила тогда и сейчас. Скажи, пожалуйста, как твоя личная жизнь? Ну, пока нет таких серьезных отношений. Может быть, в моей голове нарисован какой-то идеал, которого я жду. Сейчас, когда проделан такой большой путь, наша команда уже готова приступить к своей работе. Олесь, давай поговорим о том, о чем ты мечтаешь. Я даже не знаю, что попросить, чтобы вы были со мной, я не знаю. Мне просто кажется, что это такое маленькое чудо, а может быть, большое, которого ты очень заслуживаешь и хочется тебе просто подарить. Олесь, мы обещаем, что мы будем с тобой. Мы обещаем, что мы сделаем свое дело на оси 5 дней. Добро пожаловать в Перезагрузку, Олесь. Спасибо, что ты еще раз с нами. Перезагрузка, которая длилась два года, скоро будет завершена. Какой Олеся станет после того, как с ней поработает команда стиля, мода и красоты, узнаем совсем скоро. Олеся, учительница английского языка, попала на Перезагрузку два года назад после страшной трагедии. Заболев ковидом, Олеся впала в кому и лежала на ИВЛ на животе. Я еще не открыла глаза, но я слышала, как сказал врач, у нее что-то с носом. После того, как Олесю перевернули на спину, оказалось, что ее нос почти полностью разрушился. И восстановить его взялись хирурги мирового уровня. За два года у нашей героини было четыре операции. Впереди еще две. Нам еще предстоит продолжить работу с Пономаревой Олесей для воссоздания объема колумилы и концового отдела носа. Сейчас у нас максимальная задача в первый этап – использовать два таких скользящих лоскута с верхней губы по типу булхорна. Конечно, это реконструктивная операция, которая наверняка потребует еще маленькую коррекцию. Но к окончанию уже 23-го года Олеся будет с тем внешним видом и с тем лицом, о котором она мечтает. И, наверное, сегодня является для нее главной задачей в жизни. Но уже сейчас Олеся спокойно смотрит на свое отражение в зеркале. Дальше будет еще больше поводов для улыбок, ведь работа с Олесей начинает сноматолог Олег Конников. Я когда зашла, я как будто со звездой встретилась на самом деле. Я увидела, здравствуйте, я прямо улыбался, я не могла соединить обратную улыбку. Я бы с вами, наверное, хотел поговорить больше о коррекции вашего прикуса. Когда нижняя челюсть находится в заднем положении, у нас возникает компрессия в области сустава. Потому что этому суставу необходима свобода движения. И во многом вот эти изменения на зубах связаны с тем, что вот нижняя челюсть все время стремилась в свободную позицию. Спасибо вообще. Я на самом деле с такой стороны не смотрела. Да, да, посмотрите на себя вот отсюда. Да, да. Потому что это равно. Как только мы начнем менять наклон ее зубов, ее суставы тут же станет легче. И голова ее изменит свое положение. Ей как учительнице это очень-очень важно. Мы все-таки несколько посещений уделим тому, чтобы все это почистить, все это подполировать и сделать реставрации, чтобы выровнять режущий край у тех зубов, которых недостаточно было по высоте. Поэтому наша задача номер один – реабилитировать ее эстетическую плоскость. Задача номер два – исправление ее прикуса. Работа с Олегом Конниковым масштабная и будет длиться месяц. Результат увидим в финале. А тем временем к преображению Олеси подключается косметолог проекта Татьяна Русина. Олесь, я бы тебе предложила поработать с качеством кожи с помощью аппарата радиочастотного лифтинга. Ты готова? Да, я всегда готова. Я вас верю. Спасибо тебе. Игольчатая РФ – это процедура направлена на стимуляцию фибробластов, которые, в свою очередь, активируют выработку коллагена и эластина. Используются специальные датчики, они являются одноразовыми. И у них есть иглы, которые, собственно, и подают радиочастоту заданной мощности. Олесь, мы с тобой сделали радиочастотный лифтинг и, кроме этого, еще удалили попеломы в области шеи. Да, на самом деле, я уже давно у меня была эта проблема. Смотри, так как ты учительница, тебе не нужна контурная пластика, которая поменяет форму губ. Но я предлагаю добавить немного объем и увлажнить с помощью конюли. Соответственно, у нас будет всего по одному вколу с одной и с другой стороны. Существует очень много разных техник коррекции губ. Есть техники, направленные на выворот, разворот губы. Называется плоский бант или Russian lips. И есть контурная пластика с помощью конюли. Начинаю вводить препарат. Ой, прям больно. Мы делаем так называемые интеллигентные губы, когда необходима прям минимальная коррекция. Хотя подчеркнуть контур и добавить небольшой объем этой техникой тоже можно. Давай посмотрим. Ой, такие они пухленькие. Мне нравятся. Слава богу. Перезагрузка учительницы Олеси Пономаревой в самом разгаре. Сегодня по плану преображения в студии у стилиста Лины Дембиковой. Ой, как красиво. Тебе нравится, тебе комфортно в этом образе? Да, мне нравится. Я вообще люблю там пиджачочки. Скажи, пожалуйста, ты могла бы так пойти в школу сама? Обязательно, конечно. Как ты относишься к профессии учитель? Что это для тебя? Ой, это все. Я обожаю свою профессию, обожаю работать с детьми, что-то придумывать. Я обожаю с ними новое открывать. Ты излучаешь такую любовь невероятную изнутри. Такое тепло. И на твоем примере я хочу всем-всем девчонкам показать, которые будут смотреть эту программу, что красота она на самом деле внутри. Красота она в глазах, таких как у Олеси. Она в улыбке. И она в хороших людях вокруг. Хотела тебя удивить, мальчишка. Ой, ты очень красивая. Даже до свидания у вас. Боже, как мне нравится это слово. Я знаю, что ты очень много времени проводишь на работе. Но, во-первых, ты не познакомишься с мужчиной, если ты никуда не будешь ходить. Вот что у тебя еще в жизни есть из интересов, кроме школы и работы? У меня такая работа универсальная. С детьми можно заниматься. У меня есть классное руководство. С ними можно выходить в всякие музеи, прогулки и так далее. Олеся чудесный учитель. Но мне бы очень хотелось узнать дальше, комфортно ли Олесе еще и во взрослом мире вне своих учеников. Ты ходишь, я не знаю, на спа, на массаж, в спортзал. Уже в течение двух месяцев прям интенсивно хожу в спортзал. Слушай, супер. Ну, во-первых, в спортзале можно встретить какого-то классного мужчину. Во-вторых, это повод ознакомиться с людьми и вообще куда-то выходить еще. Но мне хочется, чтобы для свидания у тебя был второй альтернативный образ. У Олеси был нежный образ. Теперь нам нужно попробовать что-то более драматичное, более смелое. Мне очень интересно. Как тебе, Олесь? Интересно. Олесь, я предлагаю оставить нас в той мальтрега наедине, и мы еще немножечко поболтаем. Хорошо. Мне кажется, самое время посмотреть в зеркало. Громантично, красиво и прям вот черно-нашищенно. Но здесь платье с цветочками, с красными розами. А красные розы – это все-таки признак любви. И мне очень хочется, чтобы все эти розы наконец-то упали к твоим ногам. Было бы хорошо. Олесь, скажи мне, пожалуйста, у тебя был какой-то мужчина, молодой человек, который тебе нравился, с которым у тебя были отношения? Ой, в однокласснику была влюблена. Очень сослышан. Ну, неважно. Нет, настоящей прям любви, настоящей нет, не было никогда. Но первый год после комы я себя очень долго не могла принять. Я даже не помню этот год, если честно. А через год, когда уже я поняла, что все, ну, я уже не поменяю, я назад не вернусь, не изменю. И я выжила, наверное, зачем-то. И я классная, клевая, и со мной общаются люди, знакомятся люди. Я им нравлюсь. Они пытаются завести со мной отношения, но пока их принять я не могу. Я знаю, что Олеся сейчас показывается максимально позитивной, максимально уверенной, говорит о принятии. Но как человек, который в свое время пережил травму и травму, которая связана с внешностью, я знаю, что это не два года, это намного больше. И тебе обязательно нужен человек, который станет твоей опорой в этом принятии. Есть какой-то мужчина, который тебе сейчас нравится? Сейчас нет, к сожалению. Ты хочешь на свидание? На свидание нет. Давай попробуем. Это, кстати, один из очень сильных приемов. Попробуйте описать человек, который должен быть рядом с тобой. Для меня такой, знаешь, размытый образ больше. Взгляд добрый, мне тепло, я чувствую себя защищенной. Тебе очень нужна защита. А всем нужна защита. Вот знаешь, обычно нужна не защита, тебе обычно нужен партнер, некая опора, плечо рядом. Просто сейчас, мне кажется, что тебе очень нужен кто-то, кто поможет тебе еще чуть-чуть исцелиться, чуть-чуть еще в себя поверить. Нужен кто-то, кто на самом деле тебя так сильно полюбит и так сильно заставит тебя поверить, что он тебя принимает всю целиком. Тебе очень нужна любовь. Это должна быть взрослая любовь. Хочется, чтобы сейчас с новой Олесей сформировался новый круг знакомств. И для тебя на самом деле одежда, яркость – это тоже такой инструмент. И я уверена, что сейчас гардероба и с перемен, и с перезагрузки точно начнется классное преображение. Обязательно. Ну, я тебя отпускаю, но я очень хочу с тобой обняться. А потом я предлагаю тебе примерить весь гардероб. Все, давай. Одежда – это классный инструмент создать яркое впечатление, привлечь внимание людей и очаровывать их броским, смелым внешним видом. Так что, девчонки, чем больше вы экспериментируете с одеждой, чем ярче вы выглядите, тем больше люди на самом деле верят, что вы уверены в себе. Лина предложила Олесе совершенно новый стиль в одежде. Интересно, как изменит нашу героиню бьюти-стилиста проекта Евгений Жук и Сердар Камбаров? Олеся, здравствуй. Так, ну что, твой проект продолжается, волосы отросли сильно. Но сразу хочу сказать, что тебе и с длинными волосами хорошо, и с более короткими. Допустим, плюсы короткой стрижки заключаются в том, что можно отделить, то есть удлинить шею, отделить прическу от плечей, чтобы не было вот этого соединения, когда вот, понимаешь, вот здесь нужно поднимать, вот акцент делать объем на теменной зоне. Тогда будет баланс. Ну и вот в боковых зонах тоже нужно добавлять, чтобы чуть-чуть сужать нижнюю часть лица. Это касается не только стрижек, но и причесок, ну и цвет волос. Единственное, что я тебе не буду рассказывать, чтобы как-то был какой-то сюрприз, а вдруг я буду это применять как раз-таки у себя в работе. Но даже если мы создадим тебе новый образ, все-таки прошло достаточно много времени, волосы отрастали, на них было много влияния, солнце, фен, не знаю, плойки. Поэтому нужно делать уходы. Какую прическу в итоге создал для Олеси Евгений, узнаем после того, как с ней поработает звездный визажист Сердар Камбаров. Олесь, ну что, настал тот момент, когда ты можешь задать мне любой вопрос и попросить показать какой-нибудь тебе макияж. Хотелось бы что-нибудь интересненькое, красивенькое. Мне кажется, почему-то, что впереди нас ждут корпоративы. Почему-то. И мне кажется, что наверняка у вас у учителей есть собственный корпоратив какой-то школьный, куда вы наряжаетесь. Ты даже не поверишь, я обычно ведущая на таких корпоративах. Да ладно. Тем более, ты должна быть самая яркая. Я предлагаю Олесе сделать какой-нибудь красивый смокий айс и украсить его яркими, блестящими стразами. Как говорится, shine bright like a diamond. Это прям про меня, честно. Ну что, поехали? Да. Итак, шаг первый. Наносим карандаш на внутренний контур, между ресницами, на внешний, растушевываем все. Следующий этап – дублируем карандаш тенями. Для того, чтобы наш макияж был совсем необычным, я сделал тебе смоки кирпично-красного цвета, для того, чтобы почернуть твой синий-голубой цвет глаз. Следующий этап – растушевываем при помощи вот такой пушистой кисточки. Вот такой учительницей бы я учился. Подожди, а почему мы говорим по-русски? Давай по-английски. Скажи, что я буду красивой. You will be beautiful. Молодец. Пятерка тебе по-английскому. Ой, спасибо! Я пятерка буду по-английскому. Давай, дневник. Знаешь, какой я ученик? Мне нужно подловить, найти, что ты что-то не знаешь. Такая тварюшка немножко. А я обожаю таких. Но я имею право не знать. Я ни словарь, ни компьютер. Какое самое плохое слово ты знаешь на английском? Нет, я не знаю плохих слов. Простите, ладно, все. Следующий этап – это маскара. Я плачу для глаз. И самое главное – хаотично, красиво приклеить сразу, чтобы смотрелось круто. Олеся, я закончила макияж. На самом деле, не до конца. Я не стала делать макияж губ, румяна. Иначе будет совсем все красиво. Хочешь посмотреть? Очень сильно, да. Другую. Мне так нравится. Олеся не может оторваться просто от зеркала. Очень красиво. Ну что, приступим только к финальному макияжу? Давай. Каким будет финальный макияж и образ в целом, узнаем совсем скоро. Олеся – учительница английского языка. Попала на перезагрузку два года назад после страшной трагедии. Заболев ковидом, Олеся впала в кому и лежала на ИВЛ на животе. Завтра я слышала, как сказал врач, у нее что-то с носом. После того, как Олесю перевернули на спину, оказалось, что ее нос почти полностью разрушился. И восстановить его взялись хирурги мирового уровня. За два года у нашей героини было четыре сложных операции. Самая длинная перезагрузка за всю историю проекта подходит к финалу. Какой Олеся стала после того, как с ней поработала команда суперпрофессионалов? Увидим прямо сейчас. Упалдеть. Это кто? Да, у меня нет слов. Сейчас расплачусь. Я очень красивая. Я шикарная. Взрослая женщина, которая знает, чего хочет. Я другая, вообще другая. То есть до и после там вообще разные люди. Олесь. Привет. Ну вот и мы. Мы хотим сказать, что ты невероятно красива. Спасибо большое вам. Спасибо каждому. У тебя невероятно красивая душа, энергия. И сейчас все это как в комплексе. Все это выдано нам и нашим зрителям. Олесь, мне кажется, ты такая классная. И с тобой все время легко. Прямо хочется проводить с тобой время. А сейчас вдвойне хочется находиться и любоваться с тобой. И ты очень правильно сказал слова, потому что ты сказал, что я взрослая женщина. Я знаю, чего я хочу. А это я надеюсь означает, что я готова к отношениям. Но при этом не забывай о детях, потому что они нуждаются в твоей доброте. У тебя очень много детей. Привет. Ребята, пожалуйста. Спасибо. У-у-у! Привет. Привет. Привет, друзья. А что? Не плачь, Ксюша. Можно, конечно, союзно. Мне было очень приятно, безумно вообще видеть каждого. Потому что это мои дети, это моя душа, это мое сердце, это моя любовь. Просто в каждом из них частичка меня, еще не хватает пару тысяч детей, и вот целая я. Поздравляем тебя с преображением тебя, А если вы самая лучшая, с преображением тебя. Моя перезагрузка, переперезагрузка свершилась, но впереди еще тоже есть шаги, я жду еще операции, это добавит еще больше уверенности мне, и я жду, что я встречу человека, который будет со мной, который поделит со мной эту красоту. Перезагрузи, не жалей, что было раньше, отпусти. Новая мечта, новая судьба, это новая ты, это новая ты, загрузи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова